Славянский район и город Славянск-на-Кубани отметили свой 99-й день рождения. У нашей малой родины богатое прошлое, которое нынешнее поколение славянцев старается бережно хранить, в том числе занимаясь восстановлением памятников архитектуры. Не так давно был проведен капитальный ремонт дома купца Мазепы, построенного в 1913 году. В этом году приступили к реконструкции памятника участникам похода Таманской армии. Памятник бойцам Таманской армии является официальным символом города Славянска-на-Кубани и изображен на его гербе. Памятник посвящен событиям гражданской войны, когда станица Славянская стала местом формирования легендарных частей Таманской Красной армии. 23 декабря 1923 года в присутствии 2000 участников Таманского похода он был торжественно открыт. Так как это один из первых памятников молодой советской России, он имеет высокую историческую ценность. И в этом году к столетию монумента было принято решение провести его капитальную реконструкцию. Объект культурного наследия ремонтируется за счет местного бюджета благодаря поддержке депутата законодательного собрания края Виктора Чернявского. Сейчас реставрационные работы идут полным ходом. Летом этого года администрация городского поселения заключила муниципальный контракт на сохранение объекта культурного наследия участникам похода Таманской Красной армии. На сегодняшний день выполнены работы по снятию облицовочного слоя, демонтирована штукатурка, очищены прогрунтованные пушки, выполнена гидроизоляция стены подвала, ведутся работы в настоящее время по облицовке шпиля, продолжаются работы по ремонту подвальных помещений. Также на объекте будут выполнены работы по облицовке памятника базальтовыми плитами, реставрация барельефов, покраска пушек и реставрация колонн. Завершить работы планируется к ноябрю этого года. Памятник участникам Таманского похода очень интересный. В нем много деталей архитектурных решений, которые наполнены символизмом. Перед строителями, занимающимися реконструкцией, стоит непростая задача – выполнить все работы и в то же время сохранить объект в первоначальном виде. Уже восстановлен барельеф змеи, гидры, контрреволюции. Артиллерийские орудия и чугунные чаши, очищенные с помощью современных технологий, вернут первоначальный вид. Венчающую звезду восстановят по слепкам образца 70-летней давности. Глава района Роман Сенеговский совместно с главой города Александром Берсеневым в рамках выездных строительных планерок регулярно бывают на объекте, чтобы проконтролировать качество выполняемых работ. К концу года реставрация должна быть завершена. Свой 100-летний юбилей, который будет отмечаться 23 декабря, памятник участникам похода Таманской армии должен встретить обновленным. Анна Моностренко, Георгий Калинин, программа «События».